Грибы являются самым необычным видом организмов. Они не являются ни растениями, ни животными и формируют отдельную классификацию живых организмов. Существует около полутора миллионов видов грибов, в том числе плесень, съедобные и ядовитые грибы. Эти образования являются плодами грибов, которые содержат крошечные споры, подобие семян. Дождевик гигантский содержит около семи триллионов спор, которые разносятся ветром или рассыпаются под воздействием внешних сил. Тогда как гигрометрическая звездчатка использует капли дождя, чтобы выбросить свои споры в воздух. Большинство грибов состоит из сетей волокнистых тканей, называемых мицелиями. Эти сети могут быть обширными. Опенок, найденный в штате Орегон, США, является самым большим живым организмом на Земле, охватывающим 10 квадратных километров и живущим уже 8 тысяч лет. Опята относятся к паразитическим грибам. Их мицелий растет внутри деревьев, забирая воду и питательные вещества, и дерево умирает. Другие паразитические грибы атакуют насекомых. Их споры проникают в тело насекомого, забирают энергию и питательные вещества для поддержания роста грибов, и при этом часто убивая насекомых. Другие грибы, напротив, симбиотические. Их мицелии сплетаются с корнями растений, делая поглощение питательных веществ более эффективным, что помогает росту растений. В свою очередь растение отдает грибам углерод и другие продукты фотосинтеза, жизненно важные для их роста. Большинство грибов питаются разлагающейся растительностью и отходами. Это сапрофитные грибы. Этот процесс очень важен, так как грибы перерабатывают питательные вещества обратно в почву. У грибов есть много других применений. В то время как некоторые из них очень ядовиты, другие служат пищей для насекомых, животных и людей. Мы используем грибы для поднятия теста, делать сыры с плесенью, и даже лекарства, такие как пенициллин, получают из грибов. Таким образом, чуждые, на первый взгляд, грибы являются неотъемлемой частью естественного мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова